Сейчас ученики 46-й школы учатся в пяти различных учебных заведениях, но в каждом из них руководство школы постаралось создать все необходимые условия для детей. Самые большие работы по подготовке помещений прошли в центре подросток. Там установили освещение, соответствующее нормам, обустроили дорогу к зданию и выделили отдельный кабинет для обедов. Те проблемы, которые были обозначены, это организация помещений для приема пищи, это очень важно, и решение проблемы конкретного третьего класса, определенное новое место для обучения этих детей. Третий Д первоначально разместили в Самарской гуманитарной академии, но условия для обучения оказались неподходящие. Теперь школьников приютят либо в 78-й, либо в 139-й школах. Сейчас здание готовится к капитальному ремонту. Уже подготовлены документы для организации торгов и разработки проекта. Они должны будут провести обследование, потом по итогам обследования перейти к проекту. И мы очень рассчитываем, что по решению КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям до 1 сентября, документация в полном объеме у нас будет. Мы даже рассчитываем, что она будет несколько раньше. Департаментом градостроительства Самары производятся расчеты предварительной стоимости работ. После этого власти города планируют обратиться с финансовой заявкой в правительство Самарской области. Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности губернаторы Дмитрий Азаров дал поручение создать также областную рабочую группу и поставил задачу сформировать четкий график работы в здании школы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.